Я думаю, что Блинкин, который только что провел визит в Пекин, говорил в первую очередь о ядерной угрозе. И я уверен, что Китай не настроен, мягко говоря, закрывать глаза на эту угрозу со стороны Москвы. Ему это вообще не надо. Ну, если все понимают, что защититься от ядерной угрозы, можно только создав свое ядерное оружие, то точно таким же оружием может Тайвань начать обладать, Южная Корея, Япония. И чего будет стоить ядерный статус Китая? Их статус эксклюзивный теряется. Ну, извините, у тебя есть атомная бомба, у меня есть атомная бомба. Но это же нарушение всего мира, который существовал на ядерном сдерживании, на нераспространении, на принципах взаимного ядерного сдерживания. Где же этот мир-то? Он рушится. Тогда каждая страна в мире будет обладать ядерным оружием, даже идиоты. И бог знает, как они себя с ним поведут. Кому нужен такой мир, который неуправляем и нерегулируем по этой части? Почему Украина, находящаясь под угрозой такого ядерного удара, не обзавестись собственным ядерным оружием и не ударить таким же ядерным оружием по Москве?